К чрезвычайной ситуации в регионе готовы. В связи со вспышкой сибирской язвы на Ямале, из-за которой погибло более 1200 голов оленей, в Ненецком округе провели заседание Чрезвычайной противоэпизотической комиссии. Представители профильных структур доложили о ситуации в округе и мерах, которые будут приняты для недопущения заражения поголовья северных оленей и человека. Основная причина крупного падежа оленей на Ямале – заражение сибирской язвой. По мнению ветеринаров соседнего региона, споры инфекции сохранились с 1941 года. Тогда была зафиксирована последняя эпидемия сибирской язвы. Трупы больных животных не закапывали в специальные скотомогильники, отчего бактерии опасного заболевания остались на поверхности. В поисках корма олени наткнулись на зараженный ягель и заразили друг друга. Падеж прекратился благодаря срочно начатой вакцинации здоровых оленей и лечения больных. По словам начальника госинспекции по ветеринарии Ненецкого округа, в нашем регионе тоже есть риск вспышки инфекции от захоронений больных животных. Однако ежегодно все хозяйства делают вакцинацию от сибирской язвы. Вакцина является самым эффективным и самым верным способом и средством защиты животных от заболевания. И в принципе применение ее – это как раз и предупредел в 30-х годах и повлияло на ликвидацию заболеваний на территории округа. Мы ежегодно вакцинируем поголовье. Все в этом году у нас вакцинировано до 90% в плану. Сегодня в резерве ветеринаров имеется 30 тысяч доз противовирусной сыворотки. В случае вспышки инфекции будет закуплена дополнительная партия. Для профилактики эпидемии на территории округа проведут и лабораторные исследования на выявление спор с сибирской язвы. Мы проводим исследования методом бактериологической диагностики. Только бактериология мы на сегодняшний день владеем в отношении данной диагностики сибирской язвы. Плюс на сегодняшний день мы переехали в новые условия труда. Очень хорошие у нас получено санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что наши производственные помещения соответствуют санитарным нормам и правилам. И мы можем проводить исследования на наличие возбудителей 2-й, 3-й, 4-й групп патогенности и опасности. Результаты исследований будут известны в течение 10 дней. Для подтверждения результатов анализы дополнительно направляются в город Покров – референтный центр исследования Россельхознадзора. Чтобы ускорить процесс выявления инфекции в будущем, Олег Белак предложил заложить в бюджет лаборатории средства на возможность делать молекулярную диагностику. Она позволяет выявить инфекцию в течение 1-2 дней. Сибирская язва опасна и для человека. Как правило, заражение происходит при контактировании с животным. Дополнительная закупка препаратов для лечения людей также будет сделана после введения чрезвычайной ситуации. В случае обнаружения каких-либо признаков заболевания, высыпания на коже, интоксикации, необходимо в срочном порядке обратиться в ближайшее медучреждение. Для населения будут подготовлены специальные памятки. Нужно подготовить некую памятку для руководителей хозяйств, в том числе для глав местных поселений, с чётким описанием тех клинических симптомов, которые должны вызывать опасения у оленеводов и у людей. Как по бешенству мы делаем? Ну, как по бешенству, да, делаем. То есть, такое же нужно сделать и по Сибирке. Информационные материалы об опасном заболевании, симптомах проявления болезни раздадут по стойбищам во время празднования Дня оленя.